всем привет у меня приехали орхидейки как-то перед новым годом или даже немного погодя после нового года сейчас не помню я снимала видео по поводу того что хочу очень хочу создать красивую коллекцию азиатских орхидей азиатской красоты ну и я медленно но верно стараюсь идти к этой мечте голландцев у меня очень много вы знаете в коллекции орхидей очень много и постепенно постепенно происходит заполнение пространства в том числе и азиатскими орхидеями вот сегодня в очередной раз приехали ко мне новые красоточки я сейчас вас познакомлюсь с ними обязательно каждой орхидейки азиатской я ставлю фотографию которая идет конкретно к определенному растению но прежде я конечно же вас сейчас познакомлю и еще что я вам хочу сказать дождитесь обязательно конца видео я вам что-то покажу это что-то бомбическое невероятное вот листики вот они но показать это нужно будет конечно же в конце для того чтобы знаете вот как бы создать атмосферу всего увиденного давайте показываем что за растение я приобрела азиатские орхидейки ну начнем с чего и кстати я конечно могу сказать о том что я заказывала вот четыре растения 5 мне пришло в подарок вот я конечно поблагодарила продавца сказала о том что я очень благодарна вот заказ был не маленький поэтому как бы я ну вероятно видите как по мнению продавца заслужила подарочек я благодарю конечно же за это именно ту группу в которой я покупала свои орхидейки ну вот что я вам хочу сейчас показать вот это я вот сейчас буквально взяла специально до того как начать видео подписала каждый допустим вот свою характеристику дала они идут номерные у них имен пока нет но знаете вот они это поступление от нск очень часто я говорила что по крайней мере раньше было такое что во многих группах вот был где-то какой-то незначительный пересорт от нск я не знаю пока с пересортом этот от нск я столкнулась двух вариантах вот что сегодня будет не знаю но уж дюжи хороши ну вот качество хорошее поступление шикарно и я поэтому естественно я не удержалась как я могу вообще не прикупить эту красоту так но я вам показываю это вообще орхидейка которая вызвала у меня эмоции которые обычно бывают при просмотре салюта когда я увидела фотографию этой орхидеи я сказала о боже да этот фейерверк должен быть у меня очень красиво и она чем-то похожа на новую кауду твинкл но у кауды твинкл новый именно новый не старый у нее более такие знаете не рисками на фиолетовом фоне да а вот как-то более такое вот она закругленные формы здесь вот у этой красотки я прям подписала фейерверк для меня это фейерверк у нее на белом фоне очень активные фиолетовые риски фотографию ставлю качество растения размер 2 и 5 скажу новым зрителям появляются вопросы что за размер такой 2 и 5 ребят это размер стаканчика но когда покупаем и орхидейки обращайте внимание что размеру стаканчика должен соответствовать и размер растения в обязательном порядке бывает такое что иногда покупаем размер 2 и 5 а там недавно пересаженная размера из размера 17 растюха то есть не дорощенная до размера 2 и 5 вот обращайте на это внимание корневая система здесь вот она видите вот корешок виден пока только в одном месте вот и еще вот сверху корешок пошел вот он качество растений хорошая сейчас все мы все новенькие растения пройдут у меня протирание с салициловым спиртом который я буду растворять так как это малыши я однопроцентная салициловая кислота из аптеки развожу один к пяти и буду протирать в обязательном порядке голландцы обычно плотной массы листья протираю разведенным раствором один к трем с водичкой чистой здесь один к пяти то есть поменьше концентрацию салициловой кислоты зачем салицилка опять-таки для новых зрителей информация салицилка это борьба со всеми видами вредителей сосущих в том числе клещей они тоже не любят эту гадость салицилка для них как яд вот это показала красоту ставлю вот в эту емкость сейчас вместе с вами мы их обязательно чуть-чуть польем покажу как я это делаю очень аккуратно аккуратно крайне аккуратно так ну что давайте-ка я вам покажу вот это орхидея тоже ведь и размер 2 и 5 заявленный размер растения соответствует размеру горшочка посадки это номерной от nsk 36 big leap фиолетовый он такой красивый с белым ободком ободок знаете он такой не совсем тонкий и не совсем толстый он такой активный ободок очень очень красиво выглядящий вот такая красота вы наверно сейчас посмотрите скажет опять у этой сумасшедшей глаза горят да ребят девчат когда я увидела это поступление у меня просто пятки горят все я хочу 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 вот и поэтому а так как у меня происходит знаете как но я решаю да то что я задумала вот создать красивая коллекция азиатских орхидей и стараюсь к этому идти стремиться показать вам красоту во всем ее вот таком великолепии big leap они кстати очень все хорошо не хорошо они очень все пить хотят сейчас мы вместе попоем буду делать смотрите вот корневая система вот видите вот такой вот корешок который немножечко он сжался то есть корень представляет собой вид не раз такого полноценного сосуда а он вот видите виламен подсох вот такие корешочки нужно отпаивать крайне крайне аккуратно потому что если дать резко воды виламен может переувлажниться и настанет гниль виламина как корня поэтому крайне аккуратные поливы для того чтобы вот так вот наполнить вот эти вот сморщенные сосудики вот корневой системы и тогда будет нам счастье вот такой big leap ушка фотографию вставлю обязательно далее опять ставлю сюда я даже не знаю мечет четверо тут сюда не поместится надо будет еще какую-то емкость брать думала поместятся горшочки то большие так ну и я вам сейчас покажу тоже орхидей очень хочет пить корневая система великолепная это орхидейка но вы посмотрите вот тут вот размер уже просто лошадиный здесь уже далеко не размер 2 и 5 уже вот в таком размере трешку продают размер 3 3 0 вот но продавали как 2 и 5 великолепное такое уже полноценное растение которое я могу сказать уже наверное переросло этап как называется подростковый свой вот поэтому еще чуть-чуть и он будет полноценным таким вот обычным таким настоящим полноценным растением взрослым корневая система опять-таки видите вот тоже они такие видите вот сосудики совсем не наполненные поэтому крайне аккуратные поливы чуть-чуть чуть-чуть вот буквально водички чтобы увлажнилась вот 1 3 мха все этого будет достаточно потом через сутки двое либо трое добавьте еще чуть-чуть водички также веламен будет постепенно постепенно отпаиваться корневая система постепенно восстанавливаться все вот эти вот мягкая ткань веламина она будет постепенно постепенно раскрываться и корни превратятся в прекрасные наполненные сосуды так фотографию вставлю я вам что за как она цвести то будет название нет но она очень похожа на одну из орхидеи она вот знаете мне сейчас перед глазами стоит я к сожалению забыла ее название я вот сейчас долго долго вспоминал вспоминал думаю а ладно не буду вспоминать и я так думаю что тот кто увидит фотографию этого растения обязательно мне напишет что это за фотка забыла вот убей не помню вылетела из головы ну да ладно короче у нее очень это мультифлора у нее очень красивый оттенок цвета именно цветение у нее желтая серединка вот так вот она расходящаяся на лепесточки на все на все лепесточки и крупный крупный красный красный такой вкант ой вообще красивая орхидея вообще не это просто что-то я давно мечтала об этой орхидеи я знаю что это орхидей к я видел ее в коллекции что она очень благодарна и абсолютно не притязательно в уходе и прекрасно растет и все время цветет и долго цветущая орхидеюшка фотографию обязательно вставлю крупная обалденная сейчас будет пить она у меня аккуратненько аккуратненько но и я вам сейчас покажу так ставить уже некуда сейчас будем брать еще одну емкость ну и я вам покажу тот подарок который мне прислали я когда увидела эти листья я просто обомлела думаю боже это что что листики сейчас вы подумаете да очень похожи на шиллера либо стюартку стюартяночку я тоже думала так потом смотрю по номеру номерной от 241 номер вот мне видео написали подарок просто так и сердечко и и вы знаете я когда посмотрела это абсолютно новый гибрид с обалденной листовой розеткой именно вот видите как но это не стюартяно и не шиллериана это новый гибрид который характеризуется крупным цветением крупный крупный у нее у него будет цветочек или у нее у этой орхидеюшки и он нежно нежно розовое облако такое фотографию я вам покажу опять-таки будем наблюдать вместе на канале смотреть как будет развиваться эта орхидейка и как же она в последующем последствии зацветет мне самой очень интересно так как это новый новый гибрид который был выведен вот у этого садовника ну и что я вам сейчас покажу бомбу которую обещала или вначале польем а потом бомба а давайте вначале польем а потом бомба сейчас скажете вот ирина хитрая да немножко вот так давайте я вам сейчас покажу вначале практическую сторону а потом уже вместе с вами займемся дальше восхищаться так сейчас я постараюсь найти какой-нибудь мне баночку для полива дальше будем с вами восхищаться красотой так у меня здесь а знаете что давайте я наверное в начале 2 от пою а потом еще я вам сейчас покажу как я поливаю так вот видите стоят две орхидейки не знаю 3 войдет у меня попробовать воткнуть сейчас посмотрим вот так и чтобы вы видели да и 3 войдет отлично 3 сейчас польем вот смотрите вот стоят орхидейки да вот в емкости я наливаю на три растения я вот размер 2 и 5 я где-то даю первый полив 30 грамм на горшок то есть две столовые ложки воды на горшок то есть у меня три растения считайте вот грамм 90-100 миллилитров я сейчас налью причем вы знаете вот конечно когда так поливаем и в общей плошечки нужно учитывать тот момент не всегда одинаково набит мох и одно растение может быстро выпивать воду а второе очень медленно поэтому потом если какому-то из растений не хватит воды я просто немножечко потом отдельно еще добавлю водички но вот такие новые растения с немного сморщенными корешочками я поливаю не сверху никогда они мне не плавают воде только вниз постепенно постепенное отпаивание и я вот сейчас налью буквально чуть-чуть вот на глазок 100 миллилитров я думаю вот этого будет достаточно они сейчас все выпьют вот видите водичка а потом я посмотрю если будет в этом необходимость я могу чуть-чуть добавить воды листики буду протирать уже вне камеры я вам часто показываю как это самое главное сказала да о том что чем я буду сегодня пользоваться ну и ну и ну и я сейчас вам покажу рояль в кустах я же вам недавно в обзорах то показывала да красотку которую привезли в садовый центр но я заказала вот эту красотку в группе в контакте в группе я не покупала ее в магазине она в группе оказалась дешевле значительно и поэтому я ее приобрела смотрите какой рояль в кустах у меня ребята девчата это бомба это что-то невероятное это орхидея black face черная черненькая личико черненькое лицо не знаю мордочка как хотите называйте но тут точно не мордочка тут просто невероятный благородный цветок настолько бархатный боже боже он по форме вот он не напоминает абсолютно у меня есть жемчужина императора это не такое растение это именно black face видите какая она черная черная орхидея вот она видите бархатность бархатность я думаю камера передаст вот подсветка у меня правда работает сейчас активная вот вот вдалеке вы видите ее именно так как она выглядит она действительно темно темно бархатная орхидея очень глубокого насыщенного такого оттенка бордово-фиолетового вот она какая красота орхидея я вообще не представляю как они приехали вы видите она в каком размере она в размере 35 посмотрите насколько обалденно развита корневая система у этой орхидейки вы представляете это азиатская орхидея растет во мхе корни вон даже кончики у нее смотрите фиолетовые раскупленные кстати особенность этой орхидеи такова у нее раскукливаются корешочки они необычного такого активного зеленого салатового оттенка когда вот у обычных орхидеи растут корни растет начинает начинается рост корневой системы у нее оттеночно фиолетовые кончики растущие у этой орхидеи потому что она имеет смотрите листья какие видите вот листья темно-темно бордовые с активными такими полосами на тыльной стороне листа вообще бомба я не представляю как они приехали в эту группу я вообще не понимаю как они могли так шикарно сохраниться вот ну могу сказать что конечно вы мне будете спрашивать где заказывала где я купила но я покупаю в группе так которые находятся у меня в городе вот вы знаете о чем я говорю вот ну конечно же я я реально не удержалась я когда увидела это поступление у меня снесло снесло крышу как говорят вот просто напрочь полностью я сделала заказ я позвонила и поехала все-таки забрала все мои орхидейки оказались у меня быстренько быстренько дома те которые я заприметила но вы знаете вот была моя воля и конечно же какой-то это все естественно какие-то дополнительные финансовые траты достаточно это не не дешевые растения вот и была моя воля там такой завоз я по счетам купила бы наверно штук 10-15 но вы знаете я уже просто я уже просто так себя сдерживала ирина нельзя 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 много заказывать хватит но сегодняшний конечно вот этот вот фееричный blackface он реально и я когда мне когда его вынесли в пакетике у меня зато у меня дыхание вот так вот в забу сперлась я говорю да 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 это он боже понимаете тут выбежал дедушка девушки которая распространяет эти орхидеи вот прям тоже так смотрят на меня а у меня вот единственная вот эта вот реакция на вот этот вот blackface вот такая была я просто визжала от радости что я его вот так воочию увидела потому что я его видела в магазине а тут я еще и увидела что на какой потенциал у растения да сколько еще бутона будет открываться я надеюсь эта красота у меня не стрессанет и распустит все бутоны я конечно же буду вам их показывать по мере распуска если действительно все будет так как мы хотим чтобы наши орхидейки вновь купленные которые находятся на бутонах у нас обязательно зацвели распустились вот вот так я сегодня тут как бабочка порхаю и летаю вот балдею на вот любуюсь на это вот красоту невероятную красивую и вот смотрите попили красотки все воды нету этого смотрите будет более чем достаточно тут даже вот это больше утянула воды посмотрите видите совсем не на одну треть напилась вот она утащила воду этих ну все каждый день постепенно я буду смотреть допустим через сутки через двое если они да вот эти не очень напились сейчас я им чуть чуть еще добавлю вот то выпила поэтому когда вот в общей плошечки наливаете обращайте внимание вот это много видите утянула воды о наполовину увлажнилась даже чуть больше но я думаю что внутри все равно мог плотно набит все равно он внутри не сильно не сильно конечно же успеет увлажниться именно внутриком вот этот маховой а вот этим чуть-чуть подолью потому что явно маловато ну вот такое мне сегодня эмоциональное видео ну знаете что что имеем то и показываем а я продолжаю собирать свою коллекцию красивейших азиатских орхидей которые просто невероятно вдохновляют и я просто любуюсь когда все мои новое новые купленные азиатские орхидейки начинают трогаются в рост я с удовольствием вместе с вами на канале пересаживаю и показываю вам дальнейший их рост и цветение я могу сказать что у меня цветет до сих пор вот эта красота вот мне кстати написали что это ирина это воробей это называется леолин воробей орхидейка вот она смотрите какая азиатская ну посмотрите какая невероятная невероятная цвету них а она вот у меня два цветочка скинула ну давно она уже давно цветет достаточно такая веселая она стоит у меня видите вот маленькое растение не длинный цветонос он вот позволяет создать нижний уровень красивый когда цветут красивые европейцы высокие да вот эти вот огромные вот эти мои европейцы и когда внизу стоит вот эта вот красота которая вот реально она заполняет пространство нижнее да очень красиво смотрится многоярусное цветение поэтому делая вот это вот расположение высокие цветоносы средние цветоносы цветоносы которые идут каскадом маленькие они очень очень красиво смотрятся так а вот это я не достану у меня моя бабочка так таида ой не ребят я ее не достану не не смогу достать а то сейчас что-нибудь натворю вот но я вам показываю что действительно вот это вот цветение европейцев это вернее не европейцев азиатов азиатов это что-то конечно вот европейцы мне крупноцветковые я просто балдею мне очень нравится крупноцветковые все вот эти вот варианты цветения вот не видите вы его стоит вот эта красота который я вам показывала сейчас покажу вон он рыжий красавец да азиат мой не азиат а он знаете кто во он африканец африканский закат очень красивая орхидей к его смотрятся но я надеюсь вот это сегодняшняя даже не знаю как ее назвать я когда увидела боже думаю эта красота должна быть должна быть обязательно у меня в коллекции потому что но не может быть у меня коллекция без этого blackface а вот такое у меня сегодня видео с таким хорошим настроением я хочу попрощаться сегодня на сегодня с вами ненадолго завтра увидимся с вами вновь и хочу пожелать вам всего доброго здоровья благополучия и увидимся с вами вновь на моем канале всем пока 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 Продолжение следует...